язык наваху или на ухо ну довольно интересный он входит в семью надена которая также но сейчас доказывается что она связана также самыми древними сибирскими языками он крайне сложный и отличается по своей логике от индоевропейских поэтому его использовали прямо для шифрования америке потому что то что там написано никто практически не может аршевровать кроме индейцы индейцы все в сша значит то новой язык как и китайские у него музыкальное дарение то есть зависит от того зависимости от того как мы произносим слог он имеет разное значение по именно по музыкальной мотору то есть повышающимся тонн с понижающимся с низким с высокими детали ну в общем они мигрировали то есть доказано что они пошли с севера и с большой вероятностью сравнительно недавно вот сибири то все индейцы сибири но нового стране то недавно потому что есть расстава с сибирскими языками но однако вот на своей территории южной америки либо северной мексике они живут довольно давно сша захватила территорию 1848 году ну в общем долго они с этим парились пытались то есть ввести там английский вот можно сравнить с бурятским потому что бурятский тоже на ваха был кодифицирован практически в тридцать седьмом году и бурятский тоже где-то 37 39 но ситуация с бурятским гораздо лучше потому что там есть своя республика бурят они вымерли они поддерживают развитую литературу телевещание ведется радио там газеты и все такое относительно наваха ничего этого нет потому что американцам создавали просто резервации путем культуру не развивали к сожалению количество говорящих неуклонно снижается в школах преподают полностью английский в одной школе только пытаются поддерживать наваху посток там радио телевидение ввели вообще индейцы практически перестали говорить на родных языках в общем на самом деле язык умирает но в общем то есть движение возрождения в общем ставят категорию языков опасности то что малое число носителей малое число детей обучаются языку от взрослых ну и в общем литература там практически нет переводы библии христианские миссионеры которые делали пытались издавать газету 40 50-е годы это дело провалилось пытаются пара радиостанции вещает в общем перевели кино звездные войны на наваха и так далее то есть вот такого все уровня небольшого одна маленькая школа в которой 13 учителей и там преподается язык наваха детям деть в общем все печально четыре классных звука перехожу характеристики ска 4 классных звука но большое значение имеет тон но тонны высокие низкие то есть имеет значение но не не то многообразие тонов которыми во многих языках китайской тибетской семьи наблюдаем много дифтонгов очень много разных согласных причем согласные вот структура даже знаю наверно нет смысла активизовать много согласных совсем других типов которых в наших языках нет то есть таких звуков которые надо обучаться их произношению вот ну вот много африкат как мы видим тоже по вот этой схемке много артальных звуков губных и прочее письмо долго не могли им разработать конечно он на латинице раз они в латинской среде но там много вот этих звуков которые никак не передаются очень долго спорили как обозначать но вот это конце тридцатых сороковых годах современная орфография которая в основном с деграфами идет то есть они сочетаниями обозначают но также не применяется и значки морфология вот местоимения мы видим бывают тоже инклюзивные эксклюзивные причем это на всех уровнях проявляется есть двойственное число ну вот в общем то в общем то и все но зато они образуются по определенным правилам я гляжу то есть нет отдельных мест имений допустим для двойственного или множественного числа недоевропейских существительное не имеет форм числа и склонения то есть все существительные простые там а вот это глагол очень сложный и там переносится все внимание языка на глагол все глагол фактически вставляют осуществительные вот слова форма глагола она может включать в себя указание на то какие включает себя также и дополнение то есть на то какие слова этим глаголом управляются все это все эти позиции занимаются всякими сложными префиксами и прочими всякими морфемами что вдаваться не стоит общему выражает большое количество всяких форм в основном именно префиксы то есть форма различаются с помощью приставок они с помощью суффиксов мы привыкли в эндоевропейских но вот интересно у них есть классификаторы то есть в глаголе есть указание на то что является его объектом допустим относятся вот мы кого-то пинаем и что мы пинаем напинаем круглый предмет напинаем какой-то тонкий предмет напинаем твердый предмет там мягкий предмет и так далее все это сразу выражается в глаголе первичные классификаторы то есть нельзя сказать просто допустим дать или потрогать уже при когда мы говорим дать мы уже в сам глагол вставляем что мы примерно даем вот этот классификатор который просто обозначает что дается там или что трогается ли что несется или что допустим приводит в движение там бросают что летит прочее все такое такая схема наваха очень не любит заимствование и там несмотря на то что они контактировали с испанцами с англичанами там мало заимствованных слов в основном своими обходится даже когда они пытаются какие-то технические объекты описать они пытаются описать их на языке наваху и даже имена название штата название городов тоже все пытаются на наваху объяснить но этому способствует этого довольно сложная система языка которая позволяет как и в кайфку или современный этот искусственный язык она позволяет в одном слое много чего выражать поэтому они любят кальки калькировать ну вот интересный язык есть на дуолингу его раздел он получит там чем кора они там хоть есть грамматика что-то поясняет но честно говоря эта задача для сильных на духом не разумом то есть разобраться в этом наваха даже я точно несмотря на то что мне опыт порядочный разбираться с разными языками наваху довольно медленные довольно много в нем плавают ну и вот в отличие от сибирских языков практически не удалось этот интересный сложный язык сохранить вымирает определенно можно сказать про этот язык